МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саровчане могут проголосовать за объект благоустройства, который получит софинансирование в рамках инициативного проекта «Вам решать». Голосование стартовало 16 марта на одноименном портале. От нашего города участвуют 11 проектов. Количество голосов окажет влияние на шансы проекта на софинансирование. Как заверил губернатор Глеб Никитин, проекты победители обязательно будут воплощаться в жизнь. Средства в бюджете региона 730 миллионов рублей на 2021 год уже заложены. Проголосовать можно до 15 апреля. Команда «Лего-дети» из детского сада номер 41 приняла участие в региональном отборе национального чемпионата по робототехнике в Центре науки «Кванториум» в Нижнем Новгороде. Ребятам предстояло разработать проект по созданию детской площадки с использованием конструктора «Лего-эдюкейшн» стимпак и ответить на вопросы судей. Подробнее об успехах детсадовцев расскажем в следующем репортаже. Знакомьтесь, это мило. Из-за болезни она может перемещаться только на инвалидной коляске. Но ей, как и всем детям, хочется качаться на качелях и каруселях. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья воспитанники детского сада номер 41 сделали из «Лего» проект игровой площадки. Все аттракционы здесь доступны для маломобильных людей и даже на «Жирафе» можно доехать до ближайшей карусели. Он отпускается на коленки, ставим коляску и едем до каруселей. На карусели катаются все дети. Она доработана пандусом. Вот так она вращается. Над проектом ребята работали несколько месяцев. Изучали элементы доступной среды для инвалидов. Для этого на занятия приглашали эксперта, который объяснял дошкольникам, что такое пандусы, поручни, какими они должны быть. Мы очень хорошо придумали площадку, на которой могут играть дети с ограниченными возможностями. Проект игровой площадки юные инженеры представили на региональном отборе национального чемпионата по робототехнике, который проходил в Нижнем Новгороде. Всего в конкурсе приняли участие 8 команд. Победили наши ребята в номинации «Командный дух». Но самая главная наша цель была, конечно же, привлечь наших малышей в техническое творчество. Показать, из чего оно состоит. И сделать это, конечно, в игровой форме. Начальное техническое творчество – это один из элементов инновационной деятельности в 41-м детском саду. Здесь уже несколько лет реализуют программу «Дошкольный технопарк», который направлен на развитие у детей интеллектуальных и творческих способностей. Наши воспитанники действуют с интерактивными развивающими конструкторами, такими как «Лего Эдишн», «Построй свою историю». Есть у нас такой интересный конструктор «Стимпарк». А еще у нас есть конструкторы, с помощью которых детки осваивают азы программирования, таких как «Брайна». И есть у нас конструктор «Виду-2». Очень такой серьезный, сложный конструктор. Но детки вот уже его освоили и легко с ним работают. Занимаются робототехникой ребята в специальной «Лего-студии». Здесь они строят из кирпичиков «Лего-замки», космические корабли и создают аппараты, которые могут выполнять команды. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Поликлиника номер один предлагает своим пациентам горящие путевки на санаторно-курортное лечение. В санатории «Сергиевские минеральные воды», которые специализируются на болезнях костно-мышечного профиля, можно поехать в мае-июне. В апреле в Железноводскую клинику могут направить пациентов, имеющих урологические болезни. Путевки предоставляют бесплатно при наличии показаний для санаторно-курортного лечения. По всем вопросам обращайтесь в кабинет номер 442 поликлиники номер один. Телефон 955-58. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе начался первый этап ежегодной вакцинации диких животных против бешенства. В лесах разложат капсулу с лекарством, спрятанной в замороженных котлетках из мясного фарша. Этот запах привлекает лис, волков, енотов и других полутоядных. Обычно животные съедают все разложенные котлеты. Даже если в организм зверя попадет несколько доз вакцины, это не навредит его здоровью. Симптомов бешенства или других патологических признаков при передозировке не установлено. Всего за год в охотхозяйствах области будет разложено более 180 тысяч доз вакцины. Средства на ее приобретение выделяются из федерального бюджета. Эта профилактическая мера актуальна также для владельцев домашних животных. Вакцинация может спасти жизнь как животному, так и его владельцу. Отметил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов. Сделать домашним животным бесплатную прививку от бешенства можно в государственных ветеринариях. Пьесу «Семья Конвой» Джона Бойтона Присли в ближайшее время увидятся русские зрители. Новый спектакль по произведению английского драматурга поставила молодой режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Аникина. В центре сюжета история семьи. Одной из героин исполняется 21. Она на пороге взрослой жизни. Кажется, перед ней открыты любые дороги. Удастся ли ей пронести сквозь годы эту легкость и веру в лучшее? Умение любить и прощать. Что изменится спустя 20 лет? Имя Светланы Аникиной уже знакомо саровским зрителем. Когда-то она служила актрисой в нашем театре. Одна из последних ее ролей – Карпушу, вставшем уже легендарным спектакле «Карпуш Форева». И вот спустя несколько лет Светлана по приглашению руководства театра приехала в наш город уже в качестве режиссера, чтобы поставить на сцене одну из своих самых любимых пьес. В оригинале произведение английского писателя Джона Присли называется «Время и семья Конвой». И хотя название сократили, время в спектакле играет немаловажную роль. Там есть очень глубокая тема о размышлении, о времени, о том, как к нему относиться, о том, что оно нам приносит. Ну, в общем, это тот вопрос, который действительно меня волнует. То есть любым спектаклем режиссер, он решает какой-то, решает свой какой-то вопрос, отвечает. И, то есть для меня это, ну, так, достаточно очень честная работа, в которой я сама в процессе, да, вот этих двух месяцев искала какие-то ответы, там что-то у нас менялось. Первое действие происходит в гостиной дома Конвой в маленьком провинциальном городке. Время – 1918 год. Только-только закончилась Первая мировая война. Во втором акте мы переносимся на 20 лет вперед. Создатели постарались сохранить дух эпохи, но при этом не делали полную реконструкцию быта англичан первой половины прошлого столетия. Нам, для русского человека, для русского современного человека, все эти вещи, они, наоборот, бы мешали увидеть самые важные вещи. Повторюсь, любовь, одиночество, семья, расставание, смерть близких. Ну, в общем, все вот такие темы большие, которые всегда мы, по большому счету, на нашем жизненном пути встречаем. Характер каждого героя пьесы четко прописан. Мэйдж собирается бороться за социальную справедливость. Кей хочет стать знаменитой писательницей. Красавица Хейзилса прочит удачное замужество. Любимец матери, герой войны Робинс собирается заняться продажей автомобилей. А от Аллана ждут карьеры на гражданском поприще. Есть еще младшая сестра, Кэрол. Внутри пьесы меня очень трогает Кэрол. Это самая младшая сестра в семье. И она еще самая молодая, самая импульсивная, самая витальная, жизненная. Из нее бьет энергия ключом. Она невероятно обаятельная. Ну, в общем, она очень трогательная и трепетная. Режиссер задается вопросом, удастся ли героям пронести сквозь годы легкость и веру в лучшее, умение любить и прощать. Сохранят ли юные конвы свою чистоту и желание жить и смеяться? Ответы на эти вопросы мы узнаем совсем скоро. Премьерные показы нового спектакля пройдут в Драматическом театре 19, 20 и 21 марта. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Десять дней интерактивных занятий, мастер-классов и творческих встреч. Школьные весенние каникулы обещают быть суперполезными и интересными. Библиотека Мини Пушкина подготовила для юных читателей насыщенную программу. Ребята узнают о книгах-юбилярах, посмотрят театрализованные представления и сделают поделку. Посмотреть спектакль и концерт, сделать своими руками сувениры и даже поиграть с поэзией. Школьные каникулы в этом году совпадают с неделей детской книги. Поэтому в библиотеке имени Пушкина приготовили для читателей много интересных мероприятий. Каждый день новый формат занятий, яркие впечатления и необычные литературные путешествия. В рамках недели детской книги мы запланировали познакомить наших читателей с писателями-краеведами. Они пишут великолепные книги, но, к сожалению, они пока еще, наверное, не так известны, как другая литература. И с помощью этих книг мы вместе с ребятами по путешествиям. Еще ребятам расскажут о книгах-юбилярах. Один из них полностью посвятят предпочтениям читателей. Их познакомят с необычными форматами современной литературы. Школьники смогут примерить на себя роли иллюстраторов и критиков. Мы попробуем создать очень много разных творческих площадок библиотеки для того, чтобы наши читатели смогли рассказать о своих предпочтениях, выбрать книги, которые им нравятся. Может быть, составить рейтинги каких-то любимых современных книг. Юных книголюбов ждут библиотеки имени Пушкина ежедневно с 22 по 31 марта. Литературные приключения начинаются ровно в 2 часа дня. Все посетители обязательно должны быть в масках для лиц старше 6 лет. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Никто не создан для войны. В Центре внешкольной работы подвели итоги городского конкурса, посвященного годовщине вывода советских войск из Афганистана. В этом году свои работы прислали ребята из объединения ЦВР, Молодежного центра, ученики лицея номер 3 и школа номер 16. Перегретый автомат, грязные бинты, боль в суставах, магазин и пять гранат. Все, что у тебя осталось. Ролик воспитанницы клуба «Мечта» Полины Шарковой стал лучшим на конкурсе «Никто не создан для войны». Она прочитала стихотворение Александра Артамонова об афганской войне. Константин Быков отметил, что девушка смогла прочувствовать весь трагизм тех событий. Творческий конкурс проводится в Сарове более 10 лет. Это одно из череды мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана, которые проходят в нашем городе. В 10-летнем вооруженном конфликте погибли более 15 тысяч солдат и офицеров. Задача конкурса – напомнить о тех событиях и почтить память погибших. Чтобы дети, наши подрастающие поколения могли вернуться в те годы, вспомнить историю России о тех войнах, которые прошли, и истории ребят, которые отдали свои жизни для будущего нашей страны. Как отметил Константин Быков, работ в этом году было немного, но конкуренция была достойной. На конкурс можно было представить видеоролик с исполнением стихотворения или песни. Мы за третье место отдали двум кандидатурам. Это Трулину Даниил, это ивент-команда, и Ананян Дмитрий из клуба «Лотос». Это вот те люди, которые заняли третье место. Второе место – Олейников Никита, клуб «Мечта». Дипломы и памятные подарки передадут в образовательное учреждение для вручения победителям и призерам. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Всего пара ложек меда в день укрепит ваш иммунитет и наполнит жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь, полезен только натуральный, без химических усилителей, вкусов и консервантов. Найти такое можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. Саров-натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод четвертом поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. У нас более 20 сортов меда, начиная с Краснодарского края, акация, каштан и к северу Волгоградской области, клевер, черноклен и так далее. В Саров на медовую ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребности можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность, либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. Заказать доставку можно по телефону 8 927 503 1447. Медовая ярмарка будет работать в Ледовом дворце с 16 по 19 марта с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работали Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова